Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о российском футболе. Последнее время здесь очень мало инфоповодов, потому что коронавирус, инфекция, все остальное, нету матчей, и мы зачастую должны сосредоточиться не столько на футбольных событиях, сколько на околофутбольных страстях и перейти от обзора футбольных баталий к баталиям, которые разворачиваются в интернете. И речь здесь не только о тех матчах, которые проводятся в FIFA 20 между различными футболистами, сейчас их тоже активно обсуждают. Но давайте побеседуем и о том противостоянии, которое началось между Василием Уткиным с одной стороны, а с другой стороны матч ТВ и всей вот этой футбольной тусовочкой, которая была собрана вокруг данного телеканала. Из-за чего все началось, ну напомню, интервью Дзюбы Канделаки, неоднозначные высказывания в адрес, собственно говоря, Уткина, и дальше ответка, которая была записана относительно недавно. Ну и что здесь в целом можно отметить? Василий Уткин в своем стиле, он выдал по-настоящему яркий перформанс, который наверняка будут обсуждать очень долго. Ну и свои три копейки хочу и я сюда внести и высказать свое мнение по этому вопросу, тем более, что меня несколько смущает несколько аспектов, как в выступлении Уткина, так и в позиции госпожи Канделаки и Дзюбы. Хочу напомнить вам, что мои друзья создали телеграм-канал, в котором публикуют бесплатные прогнозы на спорт и помогают зарабатывать на ставках. Все открыто и честно. А самое главное, по статистике, проходимость прогнозов более 90%. Так что, не теряя ни минуты, заходите в телеграм-канал, ссылка в описании. Итак, касательно Василия Уткина, в целом хотелось бы отметить, что он выступил, конечно, ярко, талантливо, собственно, как и всегда, но есть у меня неприятное послевкусие из-за последней строчки. Вот это тот самый случай, когда из песни слов не выкинешь, и когда последний штрих в картине все, к сожалению, портит. Вот не стоило этого добавлять про Зюбу. Не то, чтобы это было неуместно, но вот на фоне великолепного вот этого стихотворения, которое было и едким, и бойким, и таким, знаете, жгучим по-настоящему по отношению к Канделаке, после этого выкидывать такой фортиль в конце, ну вот как-то даже неудобно по отношению к самому себе. Я, конечно, понимаю, что здесь был тонкий посыл, что вот, мол, Канделаки целую такую вот поэму накатали, а от Зюба удостоился небольшой такой классической русской фразы с посылом на три буквы. Это весьма и весьма символично. Ну и, конечно же, можно здесь вспомнить кричалку, которая стала практически классикой этого сезона, в адрес все того же Зюбы с посылом на все те же три буквы. Таким образом, вроде как и отсылочка есть, и короткая емка, и унижение своего оппонента по полной программе, но, вы понимаете, есть в этом что-то безвкусное. И одно дело, когда Егор Летов, Есенин или другие более ранее выдающиеся поэты русские использовали матерные слова в своих стихотворениях, я считаю, что когда Уткин это делает, это получается, что мужик посылает на три буквы. К сожалению, для Василия он, наверное, не обладает таким высоким статусом, как великие поэты былых лет, как великие деятели нашей культуры, чтобы так спокойно внести в свой текст вот эти самые три буквы, и чтобы это выглядело и элегантно, и красиво, и, знаете, так эпатажно. А так получается хамовато и некрасиво, и в итоге он в какой-то мере как будто даже и подтвердил слова Зюбы. Ведь Артём сказал, что деградировал человек, опустился ниже некуда, и в ответ на это посылать человека на три буквы как-то неудачно. По-моему, стоило ответить ещё одним стихотворением, чтобы как бы повысить планку, а не понижать её дальше некуда. Тем более, что я не думаю, что Зюбу как-то сильно тронут эти самые три русские буквы. Немножко не тот человек, немножко не та ситуация. Ну а касательно Канделаки здесь могу только восхититься. По-моему, всё было отлично до последней строчки про Артёма Зюбу. Знаете, вот есть замечательный, кстати, фильм «Кролик Джоджо», где всё было великолепно до омерзительной концовки, которая скатилась в откровенную пропаганду и политату. Ну, я думаю, те, кто смотрел фильм, в курсе, что там произошло в самом завершении, и как там весьма красочно показали советские и американские войска, и контраст между ними. Ну, а тем, кто не смотрел, просто советую посмотреть, и не буду вам конкретно спойлерить определённые вещи из сюжета. Просто отмечу, что тоже всё было великолепно в этом фильме, пока не обосрались создатели в самой концовке. Вот таким вот дерьмецом, по-другому и не скажешь. И ведь про Уткина то же самое теперь можно употребить. Всё было отлично, пока он сам себя не закопал. Это весьма и весьма печально. А так, в данной ситуации можно его только поддержать, потому что отношение моё к Тине Гивиевне и к тому, во что она превращает спортивное телевидение в России, оно всем давно известно. Оно, в общем-то, мало как менялось за последнее время, потому что изменений на самом канале я толком не вижу. Так что ситуация здесь вполне себе очевидная. Ну, и вообще хотелось бы отметить, что Василий Уткин, Евгений Савин, Михаил Барзыкин и многие другие современные ютуб-блогеры являются как бы своеобразным показателем того, во что превращаются спортивные СМИ в России. Потому что когда раз за разом, то с телевидения, то со сторонниц печатной прессы фактически изгоняют талантливых авторов, а они потом находят своё пристанище в Ютубе, и там же люди просто идут и подписываются, подтверждая их высочайший класс. Это как бы символизирует то, что у нас сейчас в спортивных средствах массовой информации люди на высочайшие посты, на высочайшие должности попадают не за таланты свои, а просто потому, что они кому-то удобны. Либо спонсорам, либо власть имущим, либо ещё кому-нибудь. И вот таким образом наша спортивная журналистика скатывается в никуда. Потому что вместо реально талантливых людей у нас там на страницах прессы, на телеэкранах, в радиоэфирах, правда радио у нас прикрылись спортивные, но не суть важна. Появляются люди, которые не обладают нужным талантом, зато умеют, кому нужно подлезать и кого нужно расхвалить. И в этом самый печальный момент всей этой истории. Противостояние Уткиной и Канделаки это противостояние творчества и конъюнктуры. Это противостояние человека талантливого, пускай и неоднозначного, и человека, который просто занимает определённую должность. Ну а что думаете вы касательно всего этого? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайки, если видео понравилось, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящён кино и сериалам. Ссылка здесь в описании. Всем удачи, всем пока.